После того, как вы закончили разработку вашего сайта на локальном компьютере, можно приступить к закачиванию сайта на хостинг. Приступить к регистрации домена и уже после этой процедуры ваш сайт будет доступен в интернете. Итак, для тех, кто, к примеру, еще не понял, что такое домен и хостинг, давайте с вами посмотрим. Откроем поисковую систему Яндекс и в поиске напишем «Хостинг». Вы можете увидеть множество компаний, которые вам предлагают данные услуги. Что они предлагают? Компании предлагают два этапа. Первое – это регистрация домена. И второе – это предоставление хостинга. Домен – это, по сути, имя вашего сайта. Вы его можете придумать самостоятельно для вашего сайта. А хостинг – это то место, где будут располагаться все файлы вашего сайта. Здесь очень важным фактором при выборе домена и хостинга является то, что необходимо выбрать немножко специфичный. То есть домен и хостинг, вернее, который вы будете выбирать, он должен поддерживать PHP и MySQL. Также при выборе хостинга является важным то, сколько места у вас будет на хостинге. Вот с этим тоже очень важно определить. Сколько вам понадобится места. Если у вас будет много каких-то файлов, может быть, mp3 или видео вы собираетесь размещать на сайте. Поэтому здесь продумайте и выберите, какой наиболее удобнее вам подойдет хостинг именно для вашего проекта. Давайте посмотрим несколько компаний. Допустим, компания Gino. Здесь можно на каждой хостинговой компании выполнить проверку домена. То есть, если вы какое-то имя для своего сайта уже придумали, необходимо проверить, есть ли это имя уже в интернете и свободно ли оно для регистрации. Допустим, вводим какое-то имя MyWebPortal. Нажимаем ОК. И внизу видим сообщение «Домен свободен». То есть, как видите, вот таким очень простым элегантным способом проходит проверка наличия вашего домена. Проверяете наличие домена. Если все нормально, домен свободен. Выбираете хостинговую компанию. К примеру, если взять хостинговую компанию MasterHost, здесь вы можете сразу увидеть. Все тарифные планы, они очень четко и понятно различаются на каждой компании. Вы можете увидеть в виде очень удобной таблицы все тарифные планы какой-то конкретной компании. Обычно этих тарифов три. Начальный, эффективный какой-то и специалист. То есть, три тарифа. Стоимость, как видите, у них разная. От 150 рублей в месяц до 575 рублей. Особенностью является то, что, когда вы, к примеру, будете проплачивать хостинг на год, многие хостинговые компании могут вам подарить домен в подарок. То есть, вы проплачиваете, к примеру, 2000 на целый год, и при этом домен у вас будет бесплатно. Процесс регистрации домена занимает где-то от 11 до 24 часов. Но у некоторых компаний это происходит быстрее. На каждой хостинговой компании процесс регистрации специфичный. Где-то в основном необходимо создать свой аккаунт на этой компании. Но если вы уже, к примеру, начали заниматься созданием сайтов, я думаю, вам труда не составит выполнить регистрацию и проплату вашего домена и хостинга. В принципе, сделать это нетрудно. К примеру, вот сервис Агава. Выбираете хостинг для вашего сайта. Далее, на следующем этапе вы выбираете, какой вы хотели бы выбрать тариф. Выбираете какой-то определенный тарифный план. Регистрация доменов. То есть, к примеру, можете ввести проверку вашего домена. Давайте введем MyWeb Портал. Так, и нажмем Проверить. В частности, у меня, к примеру, сайты работают. Один сайт работает на сервисе Агава. И один сайт работает на сервисе Ютекс. То есть, к примеру, вот здесь мы с вами ввели проверку домена. Поздравляем, домен такой-то свободен. Вы видите, что ваш домен свободен. И нажимаем на кнопочку Заказать. И здесь идет стандартный процесс регистрации. Для удобства проплаты себе заведите, к примеру, электронные деньги в AppMoney. Положите уже на свой счет определенную сумму денег. Сумма понадобится, к примеру, от 1000 рублей до 2-3,5 тысяч. Примерно вот в таких, в таком диапазоне варьируются цены на хостинг. После того, как хостинг будет проплачен, к вам на электронный ящик придет письмо примерно следующего содержания. Здесь будут данные для доступа к панели управления, данные для доступа по FTP. И этими данными являются следующие три поля. Первое – это логин. Второе – это пароль. И третье – это имя хоста. То есть, вот эти три значения, они необходимы и нужны для того, чтобы уже приступить к работе с сайтом. И закачать все ваши файлы сайта на хостинг. Работа по закачиванию сайта будет заключаться в трех этапах. Первое – это необходимо закачать файлы. Второе – это необходимо закачать базу данных. Ну и настроить. То есть, выполнить все настройки, базы данных. Сейчас нам понадобится настроить специальную программу, с помощью которой мы будем закачивать файлы на хостинг. Для закачивания файлов лично я использую программу FileZilla. Вы можете перейти по соответствующей ссылке FileZilla, либо же набрать в Яндексе FileZilla. У вас сразу выдаст ссылку на данный сайт. Данную программу можно скачать для разных платформ. Данная программа абсолютно бесплатная. Это, как авторы называют, лучший бесплатный FTP менеджер. Ну и он на самом деле очень удобный, и с помощью него можно очень быстро, просто и легко закачать файлы. Скачайте эту программу, установите ее, и сейчас мы ее запускаем и приступаем к ее настройке. Для того, чтобы вам добавить свой сайт, вам необходимо перейти в меню File и открыть менеджер хостов. Открывая менеджер хостов, нажимаете «Новый хост», пишите адрес вашего сайта, пишите адрес хоста. Адрес хоста – это обычный IP-адрес. Ставите тип входа нормальный, указываете имя пользователя и указываете пароль. То есть, как видите, все очень просто. Настроили эту программу, теперь выбираете ваш хост. Вы можете настроить на своем компьютере несколько хостов. И нажимаем «Соединиться». Если все было введено верно, IP-адрес хоста, имя пользователя, пароль, то вот в этой части окна у вас появится корневая директория вашего сайта. Все файлы обычно на сайте располагаются в директории public.html. Открывая эту директорию, если у вас новый хостинг, то эта директория будет пустая. В данном случае у меня в этой директории уже загружены файлы content-managed-system.jumla. Я сейчас попробую. То есть, если вы будете, к примеру, загружать в чистую директорию, то вы просто открываете на своем компьютере папку веб-серверс. Открываем папку home. И открываете папку с доменом, который вы создавали локально для вашего сайта. Допустим, это у нас mysite.local и папка тройной W. Для того, чтобы выбрать все файлы, нажимаете Ctrl-A, то есть, выделили все файлы и нажимаем закачать на сервер. То есть, вы закачиваете вот сюда, в эту директорию. Так, ну я сейчас закачаю, чтобы нам все это дело проверить. Вот мне вложенную директорию. Это у меня под домен в этой директории. Что ж, выделили файлы, выбрали директорию паблика HTML и нажали закачать на сервер. То есть, и у вас выполняется копирование всех ваших файлов. Теперь давайте посмотрим, каким образом мы с вами сможем сохранить базу данных. Базу данных для вашего сайта. То есть, переходим в localhost. Нам сейчас необходимо открыть phpMyAdmin. Открываем phpMyAdmin. В списке баз данных выберите базу данных, которую вы хотели бы сохранить. Ну, в данном случае у нас база данных mysite, которую мы создали в самом начале. Выбираем пункт «Отметить все». То есть, вот здесь галочки должны проставиться напротив всех таблиц. И нажимаем кнопку «Экспорт». В поле «Экспорт» также выберите все таблицы. Зажимая «Shift», полностью обратите внимание, чтобы вот здесь вот все таблицы были выделены. Все данные можно оставить по умолчанию. То есть, у нас будет экспортирована как структура таблицы, так и данные таблицы будут экспортированы. Выберите пункт «Архивировать в GZIP». Данный пункт позволит заархивировать базу данных. И нажимаем на кнопочку «Пошел». Выбираем пункт «Сохранить файл». Нажимаем «Ок». У нас сохраняется файл «MySite». SQL.JZIP. То есть, вот этот архив с базой данных, он понадобится вам сейчас для установки базы данных на хостинге. База данных у нас готова. Теперь необходимо перейти в панель управления сайтом для того, чтобы создать базу данных на хостинге. Так, ну у меня уже есть в закладках. Для того, чтобы вам перейти в панель управления к вашему сайту, вам также будет выслан доступ. То есть, вот она, страница доступа. В данном случае у меня это IP-адрес, потом идет двоеточие и адрес порта. И также имеется логин и пароль для доступа. То есть, вводите вот этот IP-адрес, вводите имя пользователя и вводите пароль. Нажимаем «Ок». Так, пароль изменился. Нажимаем «Ок». То есть, вводим вот эти данные и попадаем в панель администрирования сайта. Данная панель в данном хостинге называется «Си-панель». То есть, если у вас какой-то другой хостинг, она может у вас отличаться. Вот на моем хостинге. Но все действия, которые я буду вам рассказывать, они, в принципе, являются общими. И если хостинг будет какой-то другой, другая панель управления, то принцип, он один и тот же. Найдите раздел «Базы данных» и откройте раздел «Базы данных MySQL». Вы попадете в раздел «Управление базами данных». Первое, что необходимо сделать, необходимо создать базу данных для вашего сайта. Вот у меня в данном случае здесь уже есть базы данных, но я сейчас создам новую. Назову эту базу данных так же, как мы с вами создавали в локальном случае «MySite». Нажимаем «Создать базу данных». База данных была создана. И так же необходимо создать имя пользователя и пароль для доступа к этой базе данных. Назову так же имя пользователя «MySite». Пароль. Придумайте такой наиболее сложный пароль. И нажимайте кнопочку «Создать пользователя». Добавлен пользователь «MySite» с паролем, вот с таким паролем. Нажимаем «Назад». Теперь необходимо прикрепить к данной базе данных вновь только что созданного пользователя. Как это делается? Найдите раздел, который называется «Добавить пользователя к базе данных». Выбираете «Пользователя». В данном случае это у меня пользователь «AlphaPageMySite». И база данных «AlphaPageMySite». То есть как называется «Пользователь», так и «База данных». И нажмете кнопочку «Добавить». Здесь выбираем «Все привилегии» и нажимаем «Внести изменения». Пользователь «AlphaPageMySite» добавлен к базе данных «AlphaPageMySite». Теперь необходимо вновь только что созданную базу данных на хостинге импортировать базу данных, которую мы с вами экспортировали с локального веб-сервера. Для этого найдите в панели управления раздел «PHPMyAdmin» и открывайте «PHPMyAdmin». Это уже будет «PHPMyAdmin», который у вас расположен на хостинге. Здесь вы можете увидеть базу данных, которую мы с вами только что создали. Откройте ее, выберите в списке и откройте эту базу данных «MySite». Вот она, эта база данных. То есть нам сейчас необходимо в эту базу данных импортировать базу данных, которую мы с вами экспортировали из локального сервера. Для этого вы выбираете пункт «Импорт». Нажимаем «Импорт». В качестве файла нажимаете кнопочку «Обзор» и указываете тот файл, который вы скачали с локального веб-сервера. В качестве кодировки необходимо выбрать ту кодировку, которую мы с вами ставили в самом начале при создании базы данных. Это была кодировка «CodePage 1251». Нажимаем «Ок». И видим, что импорт успешно завершен. Выполнено 234 запроса. В списке всех таблиц вы можете увидеть вот эти таблицы, которые относятся к сайту «Джумла». Ну что ж, база данных теперь у нас готова. То есть она у нас полностью готова и загружена на хостинге. Теперь необходимо посмотреть, были ли закачаны все файлы уже. Они пока еще качаются. Ждете, пока все файлы будут загружены. И мы с вами продолжим после загрузки файлов. Ну что ж, файлы все успешно скопированы. Обратите внимание, что вот здесь были файлы в очереди. И теперь у вас все эти файлы должны появиться вот здесь, в успешных передачах. Теперь давайте попробуем запустить наш сайт и посмотреть, что у нас загружается на данный момент. Но на данный момент у нас сайт загружаться не будет. То есть вот по этому адресу должен работать сайт. И сейчас сайт выдает следующую ошибку. Ошибка базы данных. Невозможно подключиться к базе данных MySQL. Для этого нам нужно настроить параметры базы данных. Каким образом это делается. То есть если бы мы были на локальном компьютере, к примеру, то мы бы смогли зайти в административный раздел и выполнить настройку вот этих параметров. Так, переходим в административный раздел. Администратор. Нажимаем войти. Переходим в настройки. В параметрах сервера вот здесь нам с вами необходимо поставить имя пользователя, которое мы создали на локальном компьютере, и имя базы данных. А также необходимо задать пароль. Каким образом эти настройки можно задать? Эти настройки можно задать в файле конфигурации. Данный файл находится у нас в корневой директории сайта и называется Configuration.php. Ну здесь я уже вам покажу, как бы здесь таким визуальным интерфейсом никак не получится. Я вам покажу, как можно изменить настройки именно в коде. В коде самого файла. Открываем локальный сервер, который вы создавали. И вот этот файл Configuration.php, его можно скопировать в какое-либо место для того, чтобы произвести изменения. То есть вот этот файл, он вам понадобится, потому что вы какие-то изменения еще можете будете вносить в локальный сервер, работать с локальным сервером. Поэтому мы этот файл копируем в другое место и открываем его либо текстовым редактором, либо программой Adobe Dreamweaver. Переходим в редактирование кода данного сайта и опускаемся вниз до настроек, в которых мы с вами будем вводить имя пользователя, пароль. Так, вот мы с вами видим поле var, переменная user. То есть в том поле, где вы видите слово root, это имя пользователя мы с вами вводили при локальном компьютере. Здесь мы с вами вводим имя пользователя, которого мы создали на хостинге. То есть мы с вами создавали базу данных MySQL. Можете прямо отсюда копировать. И пользователь у нас называется alphapage.mysite. В качестве пароля у нас был пароль simple password. Так, указали имя пользователя, указали пароль. И далее в качестве базы данных нам необходимо указать базу данных, которая у нас также уже располагается на хостинге. Имя базы данных у нас было alphapage.mysite. То есть вот эти имена, понятно, да, вот эти три переменные, имя пользователя, пароль и имя базы данных, вы указываете именно те имена, которые у вас уже на хостинге. Но это в принципе и все. Теперь необходимо данный файл configuration закачать на хостинг. Так, открываем рабочий стол, файл configuration.php, закачиваем на хостинг. На вопрос файл уже существует, выбираем перезаписать. Нажимаем кнопочку ОК. Так, ну теперь можем попробовать обновить сайт и посмотреть, что происходит. То есть, выполнив вот эти все действия, вы увидите, что ваш сайт будет успешно работать уже в интернете на хостинге. То есть теперь осталось приступить к администрированию. То есть абсолютно точно так же, как вы администрировали ваш сайт на локальном компьютере, также теперь можно заходить в административный центр Jumla и выполнять наполнение вашего сайта различными статьями и материалами. Ну что ж, на этом наш экспресс-видеокурс по изучению создания сайта на Jumla подходит к концу. Я благодарю вас за просмотр данного видеокурса. Впереди вас ждет еще один бонусный видеоурок. Для того, чтобы его получить, вам необходимо порекомендовать данный видеокурс нескольким своим друзьям. То есть, если вы хотите получить этот видеоурок и узнать о том, как создавать эффективные материалы, эффективные статьи, для того, чтобы они были доступны поисковым системам, для этого как раз перейдите на страницу со списком этих видеоуроков и внизу нажмите ссылку «Получить бонусный видеоурок» и порекомендовать этот курс, друзья. С вами был Александр Боровой. Еще раз благодарю вас за просмотр данного видеокурса и увидимся на сайте alphapages.ru и jumlaexpress.ru